И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, и мы продолжаем проходить Secret Files 2 Puritas Cordis. Как вы помните, мы собираем синие камни для решения какой-то мега-головоломки, видимо, действительно очень важной, потому как для того, чтобы решить, нам приходится еще 20 походу решить. Ну да ладно, давайте поговорим со смотрителем, может он нам еще полезное выдаст багет, например. Вы здесь работаете? Да, я смотритель зоопарка. Могу я вам помочь? И этого чувака тоже озвучил, тот же чувак, который озвучивает Макса. Что за милая обезьянка у вас в вольере? Это точно. А еще она очень любит учиться. Любит учиться? О да. Я сейчас натаскиваю ее на пару трюков. Правда? А как вы это делаете? На самом деле это просто. Как только я беру учебную палочку, обезьянка вся во внимании. Это чай. А потом повторяет все, что я делаю. Учебная палочка? Вы что, бьете обезьянку? Ради бога, нет. Это просто длинная ветка. Стоит взять ее в руки, и обезьянка реагирует. Упс. Не знаю почему, но это работает. Ага. Багет дай. Я хотела спросить, а почему у вас целый мешок багетов? Я жду уток. Почему во Франции все чего-то ждут? Автобус, уток, дождичка в четверг. Пардон? Да нет, ничего. А зачем вы ждете уток? Вернее, почему их еще нет? Они приплывают в озеро через крокодилий вольер каждое утро. Утки знают, что посетители любят их кормить. Поэтому, как только зоопарк открывается, они уже тут как тут. Сообразительные птицы. А можно мне взять один багет? Конечно. Как только приплывут утки. А прямо сейчас нельзя? Зачем? Этими багетами кормят уток. А как вы это сделаете, если их нет? Хорошего вам дня. Спасибо. И вам тоже. Так, через крокодили вольер плывут утки. Но мы крокодила уже сагрили. Как уток. Следы орехов, мы поняли. Я видела уток на мосту, но... Манок же, господи. Манок! Утки! Это, правда, не совсем утки. Вот это утки. И че? Похоже, Манок привлекает уток. А, ну вот. Хорошо, мы их приманили поближе, да? А теперь как-то далековато, наверное, да? Так, подожди. Так, утки. Куда дудить? Не сюда, по всей видимости. Не сюда, наверное. Или просто. Утки! Не похоже, что хоть кого-то привлек звук манка. Или все слишком далеко и не слышат. Так, выключи нахрен. Я на самом деле счастлива, что... Понятно. Так, как-то их нужно поближе заманить. Где... где еще вода была? Ну, видимо, сюда их сперва, да? Ну, давай, беги. Вот очки. Ну? Отлично. Они же обычно сами прилетают. Че сейчас-то приходится их приманивать? Че за подстава такая? Где же... Блин, классная локация. Мне прям нравится эта травка, дорожка. У него прям симс захотелось поиграть. Заделать че-нибудь домик какой-нибудь красивый себе. Так, давай, утки. Утки! 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 Не перестаю угорать с этого звука. Отлично. Все, мегаутки тут. Пойдем за багетом. Здравствуйте. Здравствуйте. Утки! Ну, пожалуйста. Дайте один багет. Кормить уток? Меня кормить. Тогда, конечно, возьмите. Багета жалко. Так, еще раз про обезьянку. Все то же самое, да? Про учебное плач. Веточка, да? Где-нибудь тут есть веточка. Почему, кстати, знак лупы прям вот в причинном месте? Почему нет? Что будет тут? Че-то я так все заметила. Так, волшебная палочка. Багет сойдет? Я знаю, что багет нужен этому самому. Бездомному, но мало ли. Хорошо. Сюда. Багета, кстати, штука вкусная. Особенно, знаете, есть такой чесночный. То есть, вот такой же багет, но там внутри масло и чеснок. Масло там, кажется, в 20 раз больше, чем чеснока. И они его как-то так очень странно распределяют не по всему багету, а где-то вот в центре. Это, конечно, очень печально, но вкусная штука. Бредная, но вкусная. Я принесла вам сухой паёк. Твердокаменный, как я сказал. Да-да, еда не очень свежая, но... Да ладно. Я непривередлив. Только вот зубов у меня почти не осталось. Не в той я форме, чтоб булыжники жевать. Тогда извините. Поищу для вас что-нибудь другое. Так, хорошо. Я пошла. Не подходит. Размочить фонтань. Вообще, Нина вообще тварь, редкостная. Не, чтоб снять деньги со счёта в банке. Не знаю, просто купить какую-нибудь еду ему. Нет, она где угодно этим занимается. Вода тухлая. Вряд ли она превратит мой багет в кулинарный шедевр. Понятно. Так, что у меня есть не из тухлой воды? Да ладно, подожди. Привет. Ты выглядишь очень подавленным. На это есть... Во всём есть свои плюсы. Ты здесь, вокруг прекрасный парк. Ну ладно, может с прекрасным я немного преувеличила, но... Да нормальный парк. Короче, смотри на всё позитивно. Ты знаешь, как выодушевить парня. А я что говорила? Как мало тебе надо. Я слышала, что этот фонтан волшебный. Люди приходят сюда, бросают монетку и загадывают желания. Может, ты тоже попробуешь? Знала бы ты, чего я только не пробовал. Но ведь попытка не пытка, как считаешь? Ради краткого проблеска надежды, который тут же смоет целый потоп разочарования. Таким негативным настроем дело не поможешь, знаешь ли. Ага. Психиатр мне это годами вдалбливала. Она права. А почему ты говоришь в прошедшем времени? Ну она тоже заболела. Хроническая депрессия. Парню нужно не просто чудо, а большое чудо. Поправочка. Психиатр. Я постоянно, вот знаете, путаю. Вообще, мне кажется, здесь был бы лучше психолог, нет? А не психиатр. Психотерапевт это когда совсем все плохо. Или психиатр. Вот я говорю, я путаю их. Я никак не могу запомнить. У меня какая-то просто пожизненная проблема. Причем раньше у меня такой проблемы не было. А потом в какой-то момент, когда я один раз перепутала, все, просто какая-то черная полоса. О боже, жизнь кончена. Мне нужен фонтан с монеткой. Я сейчас уйду, но скоро вернусь. Конечно. Так. Что тебе надо? Газеты по голове ему дай, ты, блин, я не знаю, ману кому в одно место засунь. Так, подождите. Зачем мне коробка? Пустая коробка. Со следами орехов. Зачем мне следы орехов? Хотя подожди-ка. Нет, черт возьми, я думаю... Мне нужна банка арахиса. И мячик. Мне еще много чего нужно. Мне нужна палочка. Багет. Ну давай, сделай вид, что багет это палочка. Лак для ногтей. Зачем он мне? Просто, видите, там эти красные. Может, что-то покрасить нужно будет. Чтоб она подумала, что ага-ха-ха. Да у нее же такая же фигня, как у нас. Нет? Так. А Бедоны, наверное, принадлежат смотрителю. И если он не слепой и не глухой, то обязательно заметит, если я попытаюсь что-то стащить. Сунь туда багет. А, то есть без проблем. Немного сыроват. Но это прогресс относительно твердокаменности. Ну прекрасно. Мокрый молочный багет в карманах. Прекрасно же. Я прям вижу, как Нина идет. У нее багета сзади кармана торчит. Мокрый причем. Фу-фу-фу. И много чего другого. И зонтик из другого. Да. Здоровая. Да. Выглядит аппетитно. И мой зуб с ней справится. Спасибо. Вы очень добры. Не стоит благодарности. Рада, что смогла помочь. Бухломный дай. Теперь еда у вас есть. Скажите алкоголю нет. Эх, попытка не пытка. Тогда я беру эту бутылку себе на память. Поговорите завтра со смотрителем зоопарка. У него наверняка что-то найдется для вас. Обычно государство кормит животных лучше, чем людей. Но я попробую. Ну, от алкоголя зависимости так просто не избавиться. Хоть бы, хоть десять человек тебе скажут, скажи алкоголю нет. Я пошла. И это не сработает. Особенно если человек в мыслях себе жаляет примерно так же, как вот этот вот. Вообще, люди, многие считают, что достаточно силы воли. То, что нужно понять, что ты там вредишь и себе, и окружающим, когда бухаешь. Взять там себя в руки. Куда я пришла, господи? Чушь собачья. Когда уже идет до зависимости, там даже если ты понимаешь это, то, что ты делаешь и себе, и другим плохо. Когда ты понимаешь, что, ну, уже все, пора остановиться, ты просто не можешь этого сделать. Вот и все. Просто не можешь. Притвориться мертвецки пьяной будет нетрудно. Но сначала нужно позаботиться, чтобы меня заперли в нужной камере. А, ну да. Вы не подумайте, я не говорю это, как человек, который бухает или избавляется от зависимости. Но я знаю, о чем я говорю. Поверьте мне на слово. Так, что мне сделать? Монетку туда можно запихнуть? Нет, монетку нельзя. Лаком заделать. Че впихнуть в эту штуку? Монок. Орех. Че запихнуть-то? Монет туда. Кстати, подожди-ка. Просто как он сюда устроится, если... Да, вот требуются работники, не будет надписи. А теперь, с другой стороны, нам сейчас это как-то должно? Помочь. Может, что-то кинуть в воду нужно, чтобы пошел туда мужик чинить? Чистить? Я не знаю. О, кстати. Да я понимаю, но я не то хотела сделать. Мне не нужны... Мне нужно мусор туда кинуть, чтобы его пошли убирать. Нет? Зачем мне это гнездо? Которое почему-то не снять. Зачем мне пустышка? Не знаю я. Подожди. Пустышкой вроде можно было как-то зафигачить, но ее бы заметили, да? Нам говорили... С чем бы ее так совместить, может быть? Да нет. Да, я могу вставить свечу в скважину. Вот не свеча! Это не свеча. Так, с чем... Не знаю. Проблема. Так, подожди. Чуть не получается. Где-то метро-то было. Свеча же, да, у нас еще осталась. Мы же ее так не подобрали. И здесь нам нужно отковырять еще водосток. Так, ладно. Тут у нас фонтан. По-моему, сюда то ли газировку нужно будет воткнуть, то ли что-то такое. Либо реально воду в фонтане включить, но, к сожалению. Не помню вообще ничего. Коробка предохранителей. Наверное, можно... Не надо. Выключи обратно. Да воды нет, я тоже делала. Подожди, сейчас надо глянуть. Может туда, может я забыла это сделать. Ой, господи, что ж ты так стреляешь в голову? А что там еще есть? Долбани ногой, я не знаю. Может вывалится оттуда все? Нет? Я не знаю, деньги правильные. Да, да. Давай, акт вандализма. Лучше придумай другой. Да, да. Как вот это вот ковырять штукинцу? Тоже что-то не очень понятно. Чего-то не хватает. У меня есть смысл ощущения, что я все-таки что-то где-то не подобрала. Поэтому, знаете что, давайте-ка я сейчас пойду проверю это. Ну, то есть, за кадром перейду в другое разрешение, пробегусь по локациям. Может быть, найду что-то. Если да, это будет замечательно. Если нет, все равно вернусь. Но уже тогда, когда пойму, что делать. И, в общем-то, все, пошла я. Восемь, блядь, часов спустя. Собственно, я вернулась и сделала я это, на самом деле, для вас, может быть, за какую-то секунду. А вот у меня прошло аж несколько часов. Боюсь даже представить, сколько. Вообще, мне везет, на самом деле. Уже в который раз, как только я завершаю запись, появляется человек-сосед. И так же произошло с первой частью этого видео. Я только ее завершила. И он проснулся. Видимо, решил, что ему не хватает гвоздей в стенах для гирлянд, для новогодних. В общем, начал сверлеть, периодически что-то там просыпался. Поэтому мне пришлось ждать целый день, чтобы вернуться в эту игру. И, в общем, проверила я. Вроде как мы все предметы подняли, нашли. А это значит, что нам нужно решать что-то с тем, что у нас уже есть. И, в общем-то, так как я не знаю, что делать. Я помню, что, да, для этой мартышки нужна какая-то волшебная палочка, да, чтобы она начала делать. Что-то единственное, что у нас может сойти за палочку, это вот это бревно, которое вот было вот тут. Вот, вот я не знаю, каким образом. Но, не знаю, давайте попробуем. Ладно, проверим, есть ли у меня задатки дрессировщика. Феноменально. То есть... Эй, а ведь получается. Как она вот такое бревнище могла вот так вот помахать? Вот зонтик, то есть, не подходил. Да, я не хочу протыкать несчастную обезьяну. А как вот этим колышком махать... Боже мой, ладно, не знаю. Видели, да, размер? Сейчас посмотрим еще раз на этот размер. По-моему, она тут выглядит значительно больше. Что за магическая палка такая? Вениамин, что ты кричишь? У меня потрясающе. У меня всех кошек, именно кошек, не котов, а кошек, зовут мужскими именами. Мони, Вениамин. Которую я называю Венией, сокращенно. Вообще-то мы ее изначально Венией назвали, но потом у нее как-то так автоматически имя воспроизвелось Вениамина. Ну да ладно. Так, что я могу сделать? Смотри, работает, черт. А я, по-моему, до этого пробовала. А, ну, наверное, не работала, потому что это обезьяна на меня не смотрела, да? Твою мать! Так, ну хорошо. Так, вот она следит за мной, давай. Так, через хула-хуп. Что ты кричишь? Может быть так я заставлю ее прыгать через обруч? Иди сюда. Иди сюда, на ручку. Иди сюда. Она обезьяничает. Так, ну, у нее этот мячик у нас тоже. Теперь надо хорошо прицелиться. Всегда знала, что стану образцом для подражания. Хотя бы для обезьяны, бросающей мечи по банкам. Все равно неплохое начало. Ну, отлично. Теперь-то мы сможем хоть что-то в этой жизни сделать, потому что теперь все более-менее понятно. С арахисом нужно идти к слону, как я уже ранее говорила. Ну, где ты там? Не, не, не. Сидит, смотрит из-под стола на меня. Ниша на руки, прыгает, точнее, на колени. И там лечь уже. Просто перед записью я ее загнала с кресла. Кстати, единственная кошка, которая прям любит на моем рабочем, что называется, кресле спать. А вторая она как-то на других местах. Ты что-то орешь! Ты портишь запись, ты понимаешь, что ты вьешь? Ой, ребят, извините, но я люблю поговорить с кошками. Ну что, малыш, хочешь орешков? Давай. Я не знаю, зачем мне это гнездо, но по всевидным стенам нужно. Остатком арахиса применение найдено. О, Господи, что так громко? Ни хрена себе! Ой! С работу сделал слон и получил лишь горсть орешков. А я получила доступ в крокодильный вольер практически просто так. Так вот. Жизнь несправедливая штука. Зачем мне это нужно было? Нифига он дерево повалил одним ударом? Что за дерево-то такое? Супер, валим. Это да. Так, хорошо, у нас есть два камня. И че? Точнее, уже три. Один мы вставили, вот два. Еще один нам нужен. Где че я еще не доделала? С мужиком, да? У фонтана. А че мне с ним делать-то надо? Как его порадовать? Че-то у меня, знаете, забрежжило в мозгу. Ну-ка, подожди. Если я правильно понимаю... Нам же больше его негде применять, да? Ну-ка. Японский бог. Может быть, это поможет скрыть царапину. Да, конечно. Ой, растяпа. Пролила лак на машину. Надеюсь, это не слишком заметно. Но все равно, теперь намного лучше. Да? Ну... Издалека-то, может, и да. Но вот вблизи, мне кажется... А-а-а, еще же полицейский участок. Я за этот день пока ждала, пока этот придурок успокоится со своим перфоратором, или что у него там такое. Может, он клювом своим долбит эти стены, потому что задрал уже, не могу. Дятел. Во всех смыслах этого слова. Так, и к чему я все говорила-то? К тому, что я все забыла. Вот к чему я это говорила. Я забыла еще раз. Вы, наверное, видите. Ага. Десять раз вы видите и слышите, потому что я немножечко более упорот. Это, видимо, на меня так влияет приход вечера и то, что я сожрала ложку меда. Чтобы как-то с простудой-то разобраться. Чего я сюда пришла вообще? У меня же еще нет ничего. Мне нужно эту хрень как-то заделать, а у меня ничего для этого нет. Я вспомнила, кстати, да, жвачка, по-моему, нужна будет, чтобы заделась эту хрень. То есть воск не подходил, чтобы затолкать туда поглубже, а вот жвачка, видимо, прямо идеально подойдет. Ну, хотя, с другой стороны, да, она же более гибкая. Нам сюда надо было. Надо его порадовать. Мужик, скажи мне. Точнее, дай я тебе скажу. Ты выглядишь очень подачно. Очень. Да, 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 мы знаем. Починила. Теперь на ней, считай, не царапинки. Нравится добивать лежачих? Я... Что? Я починила твою машину. Может, не идеально, но, учитывая, с чем пришлось работать, получилось неплохо. Зачем ты это сделала? С чего мне вдруг улыбнулась удача и ко мне явился ангел? Не знаю, может, у меня сегодня просто особенно дружелюбный и приветливый день. Остроумно. Сделай одолжение. Не сыпь мне соль на рану. Это чудо, что со мной случилось что-то хорошее. А чудеса не происходят просто так. Но я... Умоляю. Бедняга в таком унынии, он поверить не может, что кто-то помог ему просто так. Придурок. Я сейчас уйду. С другой стороны, как показательно, да, в нашем нынешнем мире... Я даже не знаю. Вообще, мне казалось, что эту монетку нужно кинуть туда. Я вроде пыталась это сделать, но... А, может, теперь сработает? Да. Кажется, вам не хватает удачи. Может, попробуйте колодец желаний? Колодец желаний? Ну да. В наши дни никто не верит в эти сказки. Как говорится, вера сдвигает горы. Ага. Кто рано встает, тому Бог дает. Да-да. Я, пожалуй, обойдусь без твоих дежурных мудростей. Может, нам все же попробовать? Хорошее вложение моих пяти центов. И я всегда смогу их выудить. Могла бы и десять выудить. Не узнаешь, пока не попробую. Для жвачки. Так-то. Мамма миа. И чё? Да, это будет интересно. Я загадала, чтобы царапина с твоей машины исчезла. Если это сработает, то... А, ерунда всё это. Не хочешь просто взглянуть? Конечно, это глупости. Но я всё равно собирался проверить машину. Царапина. Её почти не видно. Видишь, колодец желаний всё-таки работает. Депил. Но царапину всё равно видно. И вокруг теперь какие-то гадкие пятна. А что ты хотел за пять центов? Конечно, такой суммы хватит только на маленькое чудо. Большие деньги, большое чудо. Ты права. Стоит попробовать. Вот это назря ему. Дождей немного. Я сейчас вернусь. Ну, назря ему это искала. Теперь он будет вбухивать все свои деньги в фонтаны. Неужели разве царапины и пятна не исчезли? Не совсем. Ну вот. Десять центов растрачены в пустую. Десять центов? Не очень-то щедро с твоей стороны. Это в два раза больше твоего взноса. Наверное, колодец желаний видит, что ты не веришь в него. Поэтому и тянет с твоим заказом. Может. Я останусь здесь и буду ждать чудо. Скорее всего, я снова разочаруюсь. Но все равно пока заняться мне нечем. Черная тряпка. Господи. Я останусь здесь и буду ждать чудо. Ну, жди, блин. Я пошла деньги твои забирать. Ой, вот на таких дебилах и навариваются умные люди. Умные и нехорошие. 200% в минуту. Вот спасу мир и напишу книгу о правильных инвестициях. Вообще-то не 200. А хотя, да, 200. Я просто не в той позиции изначально смотрела. Так, где там было, было, было тут? Придурок еще стоит. Где мои 10 центов? Давай, мне мои жвачку. Мне нужно притвориться бухой. О, господи. Большая часть моего состояния ушла на жвачку. Неприятный. Жуй. Она такая древняя, не хочу даже трогать. А как ты больше в замок заталкивать? Она, знаешь, не сразу мягкой-то станет. так, на секундочку. Ну ладно, твое дело, конечно. Ну, пихай, че. Жуль, пихай. То есть, вот так вот, да? Бухай. выжрала просто полбутылки. Фу, отвратное пойло. Выплюну обратно в бутылку, так безопаснее. В конце концов, мне сейчас нужна трезвая голова. Готова поспорить? Ужасный вкус во рту еще долго будет меня мучить. Она офицера, я пьяная. Принимайте меня. синий камень в отрезвителе, так что пора блеснуть актерскими способностями. Которых у тебя нет. Здорово, красотка. Как за мне нехорошо внутри. Спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание. Надо же. Дыхните, мадмуазель. Разит дешевым пойлом, но на пьяную вы не похожи. Думаю, стоит сделать анализ крови. Ну, если надо. Присаживайтесь. Я возьму образец вашей крови. Небольшой укол. Ничего страшного. Вот прям вот тут, да? Антисанитария. Готово. О, нет. Опять мой благоверный. Звонит каждые 20 минут. Проверяет, что я на службе, а не с любовником. Как будто у меня есть шанс найти кого-то с моей-то внешностью. О, еще одна. подождите здесь. Я сейчас вернусь. Еще одна, блин. О, я даже... Нытика это не совсем правильно будет. Ну, вы поняли. Нужно срочно что-то придумать, иначе меня раскроют. Бухловс в шприц. Я хочу подмешать в кровь немного алкоголя. Тогда я точно попаду в отрезвитель. Или еще куда-нибудь. Это прямо алкоголь в кровь подмешивать. Там, наверное, такой сейчас дозняк будет на всех приборах. Лампочки повылупываются. продолжим с вами. Я прогоню образец вашей крови через анализатор. Он сейчас перемкнет его на этот анализатор. Уровень алкоголя 37 промилле. При этом вы сидите прямо и говорите связными фразами. Да как вы еще дышите? Ладно. Похоже, у нас постоялец в люкс для пьяных. Пройдемте туда немедленно. Скорую, то есть, ты вызывать не будешь, да, при таких даже показателях? Ну, ладно. бодрячком такая. Эй, не в ту сторону. Там закрытая. Наверное. Просто спасение. Помог, ты у нас самая пьяная здесь. Ты видели, как я шатнула? Наверное, не стоило на нее дышать. ее, по-моему, зацепило атакой. Кажется, рядом другая камера. Очень музыкальная. Привет. Ты очень хорошо играешь. Спасибо. Господи. Я тут много времени на репетиции. И давно ты тут сидишь? Без понятия. Война уже кончилась? Ага. Наполеона уже давно сослали на Эльбу. А за что сидишь? О, мне чего только не пришили. еще один чувак, которого озвучивает Макс. Я так и думала. Не могу вытащить камень из стены. Черт, вещей-то нету точно. Кто тебя заставляет? Господи боже. Ага. Обязательно. Спотыкаюсь прямо сквозь вернущик к тебе просочусь. Здесь большая дыра. Результат частого использования или чрезмерной агрессии? Две удобные койки. По крайней мере, этим жукам, мокрецам и личинкам они точно нравятся. Не думая, что когда-нибудь устану настолько, чтобы улечься сюда. Так, ну-ка подожди, надуй. Нет, да? Никогда не думала, что закончу свои дни в тюрьме. Тем более по собственной воле. Да ты вообще мало думаешь, Нина, если уж на то пошло. Две удобные койки. Не думаешь, Так, что я могу сделать с мячиком? Да так-то я смотрю, ничего. А если я захочу выйти, меня, наверное, не выпустят, да? Не хочешь передать привет? Нет, спасибо. Понятно. Лучше пешком постоять. Ложкой проковыряем путь к спасению. Что я могу... А, могу выковырять. О, я же говорю, проковыряем путь к спасению, только немножко не в ту сторону. О, какой. Не-не-не. Это тюрьма или вы отрезвитель, мадам? Вы что-то как-то много на себя берете. Что я могу сделать? Хм. Очень интересно. Надуй мне... А, он же лопнувший же, точно. Но все равно надуй хотя бы какую-то его часть. Я правда не знаю зачем. Что там написано, кстати? Не могу разобрать с этого... с этой позиции своей. Ты, я понимаю, что они прочно привинчены, но... Давай еще попробуем. Понятно. ты меня бесишь, слушай. Я трезвая. Господи. Вот не дай бог, что здесь где-нибудь внизу реально что-то лежит и я этого не вижу. Вот это подстава будет. Потому что у нас всего два предмета, никуда не применяются. То есть один, конечно, применяется, но... А, а, ну да. Но это мне не сильно помогает. Не знаю, что тут сделать можно. Казалось бы, два предмета и куча точек. Пери это самое и все. Но нет, что-то как-то не работает. Хм. Может, я уже все? Все еще нет, да? Черт, опять, что ли, те разрешения меня? За что? Хорошо мы поняли. Понятно. А зачем он тогда нужен? с первой части. Он бы просто раздвинул эти прутья. Это да. Никогда не думала, что... Эх, они прочь. Настенная вешалка. Что-то меня не тянет. За ней мой сосед. Привет, ты там? Да, удачно ты меня застала. Я как раз магазин собирал. Юморист. Будьте добры, сыграйте на гармошке еще раз. Что, мое звездное выступление будет своим прикрытием, пока ты долбишь стену? Если совсем честно, да. Вот так всю жизнь. Как только с кем-нибудь подружишься, он уже сматывает удочеки. Извини, но у меня очень серьезное дело. Ладно, но перед тем, как сменять, реши для меня одну загадку. Я просто обожаю загадки. За что? Ладно, поехали. Я загадал трехзначное число. Ты должна его угадать. Не волнуйся, я подскажу. Первая цифра между единицей и пятеркой. Осмотри внимательно свою камеру. Сколько бы ты не искала, ответа в ней не найдешь. Вторая цифра простая. Ты у них в ловушке. Это нечетное число больше единицы. Последняя цифра черная. Ее можно найти в все они стоят, но ходить не можно. Ну, понятно. Это вот это. А, вот вторая это вот это. Так, ну, второе число я поняла. Ты у них в ловушке. Это вот прутья, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, скорее всего, либо восемь, либо девять. Здесь не видно, к сожалению. Последняя это четверка, потому что они стоят, всего вот эти вот, ну, ножки. Кошка, ножка, кошка, ножка. Стоят, атака, между, что там первое, подожди. Кажется, я решила твою загадку. Да? Ответа в ней не найдешь. Раз, два, три, четыре. Может, предметы, хотя хз вообще. Осмотри внимательно свою камеру. Сколько бы ты не искала, ответа в ней не найдешь. Я вообще не понимаю, если честно. Давайте в обратном порядке. Ну, от максимальной, а, здесь даже восьмерки, кстати, нет. А, потому что он сказал ничего, а, значит, девять. Девять. И последняя цифра. Ответ своей камере. Все они стоят, но ходить не могут. Ну, это четыре. Четыре. Тепло, тепло, но не совсем верно. Нет? Они тебе еще шанс. Стоять, но ходить не могут. Может быть, вот эти штуки? Правда, они не стоят, они висят. Да тебе сейчас сволота маленькая, чуть горшок не свернулось растение. ты что это варишь? Я скоро тебя в землю тоже положу, тоже зацветешь у меня. Точек мой несчастный. Так, еще раз давай. Да, да, давай еще раз. Пять, девять, два. Нет, твою мать. Аскуды я знаю вообще. Стоять, ходить не могут. Так, еще раз. Так, где-то еще маленькая обезьяна. Может, не пять? Хотя, я вообще не знаю, как это цифры, если честно. Но пока будем от пяти плясать, потому что я не знаю. Вдруг в последней шесть. А что шесть? Чего у нас тут есть шесть? Чтоб я знала. Двойка не работает, четверка тоже. Чего у нас тут есть шесть? Или восемь? Стоять, ходить не могут. Кто у нас тут стоит, но не может ходить? Эти не работают. Стул тоже не работает. Давайте попробуем восемь. Я не знаю, правда, что это. нет. Сейчас, короче, я не понимаю, честно говоря, что за загадки. Может, я совсем... Я, считать, никогда не была сильно в загадках. О! Так, вопрос. А шесть, что это было? И пять, что это было? Я не очень поняла. Я, если честно, не поняла. Я всегда была очень плоха в загадках. Вот, очень. Это я еще разобрала, но... Мне показалось, что они стоять ходить не могут. Ну, идеально для ножек стула, по-моему, нет? Но нет. Хорошо. Парень у меня. Парень у меня. Пора отсюда выбираться. Так, напишите мне в комментариях, как вообще, на что надо было смотреть, чтобы разгадать. Тверискак. 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 Такие. Никто, кроме вас, не подтвердит, что анализ крови прошел в соответствии с процедурой. Не было врача, а вы неуполномоченный образец крови. Что вы несете? Или вы отпускаете меня, причем немедленно, или я выдвину столько обвинений, что вашу лавочку прикроют в два счета. Прикроют? Это же полицейский участок. Это ненадолго. Сейчас по телевидению столько гонок и соревнований показывают. Каждый мнит себя экспертам по анализам крови. Так, на выход. И чтобы я вас тут больше не видела. Да, и не забудьте личные вещи. Отлично. У нас есть все четыре штукенции. О, сейчас будет ад. Потому что еще и эту загадку приятно выполнить. У нас все есть, да? Раз, два, три. И четвертая там. О, май гад. Хорошо. Что там? Подожди. Король, потом здесь еще какой-то... Где нахрен? Я понимаю. Потом еще кто-то там на север... Ну-ка, подожди. Иди сюда. Кажется, это карта старых французских земель. Король находился в трудном положении. Он удалился в Прованс. На севере восстали крестьяне. На севере. А подкрепление из королевства Навара, пересекшее границу, натолкнулось на сопротивление сильной крепости. На востоке. В это время его враг увлеченно наблюдал за ходом событий из своего поместья в Британии. Так, ну вот Навара, Британь, крепость на востоке. Как за, вообще, блядь. Так, ну попробуем. Очевидно... Да замолчи ты, господи. Так, тут как будто бы... А, у нас, да, три, все правильно. Подожди. Пешка. Ладья. Ладья, это, наверное, башни, да? Ну, вот крепость. Черный король, это, скорее всего, вот, другой... Ну, здесь король, а здесь королевство. Соответственно, там тоже должен быть король. Теоретически. Или, подожди, подожди, что там было? Кажется, этот король находился в трудном положении. В Провансе, на севере восстали крестьяне. А подкрепление из королевства Навара, пересекшее границу, натолкнулось на сопротивление сильной крепости на востоке. В это время его враг увлеченно наблюдал за ходом событий из своего поместья в Британии. А с другой стороны, враг у короля, врагу может быть только другой король? Ну, опционально. Может, тогда вот так? Очевидно, в Моза... Да замолчи ты, господи. Белая ладья. Ну, допустим, вот так. Я не знаю... Где-то на востоке... Давайте пойдем... Ой, не то делаю. Хотя, если это крепость... Да подожди, ты что-то орешь на меня. Нет, да? Нет. Так, попробуем по-другому. А вот это что такое? Так, это кто? Черный король? Подожди, не то делаю. Очевидно, в Мозаике все еще не хватает... А, все еще не хватает... А вот сюда, что ли, воткнуть нужно? Или мне еще... Подожди, я что-то где-то пропустила, что ли? Или у меня еще один камень есть? Подожди, а что? Мне казалось, у меня уже все есть. Хотя нет, у меня слишком много мусора для того, чтобы у меня все было. Где у меня еще-то был? Наверное, мне что-то не хватает. Я про что-то забыла. Серьезно, целый день я уже прошел, и я уже ничего не помню, что мне нужно. Хотя, с другой стороны, вот так посмотришь, вроде все есть. На мосту мы получили. А, в метро! Твою мать! Я забыла об этом. Черт! Я забыла, что в метро мы еще не получили этот огрызок. Вот это мы не почистили. Ой, вашей ложкой давай! Нет. А я не знаю тогда. Эээ, что я делаю? Прежде чем заткнуть фонтан, неплохо бы убедиться, что он вообще работает. Ну да. А как я это сделаю? Чего ты истеришь-то? Мне кажется, зачистить эту краску можно было... Жаль растрачивать попусту такой прекрасный букет. Ну ладно, ладно. Это дешевка, но все равно жалко. Ну? А, ей типа жалко. Понятно. Соской заткни. Прежде чем заткнуть фонтан... О, Боже мой. Так, а как он убедится, что он вообще работает? Где мне воду тебе взять? Банк арахиса. Женщина, ты меня бесишь. Нали бухло, ты его все равно пить не будешь. Чуть-чуть же надо, просто проверить, есть там какие-нибудь типа ползновения или нет. Что ж ты такая бесява это, а? Зачем мне этот знак? Где у нас была вода? Выход... А, ну да. У нас же этот самый еще... Ну-ка, уйди оттуда. У нас же еще вот эта штука. Ты как тут еще страдаешь? Ну как? Чудо с непорочной покраской еще не свершилось? Пока нет. Я тут уже целую вечность торчу. Чудо это не пара пустяков. Сам понимаешь. К сожалению, сплошная тоска. Еще пара часов в обществе этого жизнерадостного джентльмена и я повешусь на первом столбе. Так, все, с ним по всей видимости общаться мы больше не будем. Что мне делать-то? Бухло выглядит... Ты не хочешь? Логично. Водосток. Ты не хочешь ничего засунуть. Это мы тоже поняли. Ой, ладно, ребят, давайте здесь на самом деле остановимся, потому что если учитывать, что это как бы вторая часть серии, мне еще склеивать, потом получится серия совсем большая. Давайте здесь остановимся, я тут потыкаюсь за кадром, пойму, что от меня хотят и, в общем-то, вернусь к вам уже со знанием дела. Вот. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ставите комментарии, зовите друзей, напишите в комментариях, что там с этой загадкой. Что-то я вообще... Вообще-вообще все плохо со мной. В любом случае, всем большое спасибо и увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok